Субтитры сделал DimaTorzok Классно. Всем привет. Один верстак. Максим, Сергей, Назар. Господи, кто все эти люди? И знакомых людей. Я тут вижу Машу Аникеева. Она не только в чате, она еще и режиссер трансляции. Так что спасибо, Маша. А еще Никита Дубко. Кто там еще? Интернет смотрит меня. Я не весь. Куча людей, уже 60 с чем-то человек. Я думаю, больше будет присоединяться. Спасибо, что пришли. Мы стартовали с легких технических проблем, но я думаю, это не последние проблемы на сегодня. Короче, сначала извинюсь. Меня, по-моему, с 9 декабря не было на этом канале. Я писал каждую неделю видео, почти каждую неделю. Уезжал в какие-то там командировки с собой, камеры брал, еще что-то такое. Снимал, снимал, снимал. А потом что-то погнулся. Был очень дикий декабрь. Уехал там в Астану, в Казань, еще куда-то, в Швецию, потом еще куда-то. Короче, был очень тяжелый. Тяжелый конец года и не менее тяжелый январь. Но я решил вернуться. И точно так же, как я стартовал этот канал, я просто поставил дату и сказал сейчас, типа, опубликую видео. То же самое случилось с этим лайвом. Я его давно обещал, поэтому пора его, собственно, сделать. Смотрите, вы задавали на HappyPills.by.net почту очень много вопросов. На часть я отвечал. Очень много всякого неотвеченного осталось. Я буду разбираться в течение этой недели с неотвеченными письмами. Так что продолжайте писать. А сейчас я... У меня для затравки есть порядка семи вопросов оттуда. И еще у нас есть чат, где можно задавать вопросы. Поэтому Евгений спрашивает, куда вопросы писать. Вот прямо сюда, в чат, где вы смотрите видео. Да. Собственно, когда магазин с мерчем и футболками? Сначала надо регулярные видео начать записывать, а это потом. Ладно. Какие тут вопросы были? Вопрос номер один. Задали довольно давно, на самом деле, еще там осенью. Я вот выписал. Про медиавыражение. Notifox, отличный ник, спрашивает, как лучше писать в медиавыражение. В отдельном файле для всех медиавыражений. Внизу файлов конкретной секции блока, под стилем конкретного блока или элемента. Ну, медиавыражение. Я думаю, все знают, что это такое. Типа, это медиа-директивы, в которые вы переписываете стили в зависимости от разных условий, разных медиафич. Когда окно изменяется или там еще какие-то параметры меняются. Так вот, многие из вас называют это медиа-квери. Многие называют их медиа-запросами. Я называю это медиавыражениями. Так что, чтобы вы понимали, о чем речь. И когда я только их начинал писать, я их всегда писал в конце файла. Ну, типа, обычный код, а потом в конце файла какие-то там перезаписи. И это было адекватно в том смысле, как я их использовал когда-то. Но потом, когда начались все эти компонентно-модульные истории, и когда стало понятно, что файлы дробятся на отдельные части, иметь портянку и внизу большой блок с медиавыражением стало как-то не очень. Поэтому я сейчас пришел к тому, что я пишу конкретный блок правил и сразу после него переписываю какие-то вещи в зависимости от медиавыражений. И вы сразу видите было, стало, и при каких-то условиях, как оно меняется. После каждого селектора блока с правилами тут же что-то переписывается. Если несколько медиавыражений, сразу после. Многие из вас любят всякие препроцессоры типа SAS, LESA и прочего. Они позволяют эти все директивы медиавыражений вкладывать внутрь селектора и тем самым типа селектора не повторять. Ну, нравится-нравится, вкладывайте. Но суть остается та же. У вас селектор, и тут же вы что-то переписываете. Мне кажется, это самый адекватный способ. И в итоге что получается? В итоге получается, что у вас, допустим, если вы триггерите какое-то изменение в CSS на всем сайте, допустим, на ширине 320 пикселей, какой-нибудь mean width 320 пикселей, у вас получится у каждого селектора много-много-много-много медиавыражений. То есть, ну, там, десятки. Вряд ли сотни, но десятки точно. Поэтому люди начинают задавать следующий вопрос. Я уже не помню, кто задавал такой вопрос. Типа, а если у меня много медиавыражений в коде, что же делать? Это же плохо, наверное. Вообще, честно говоря, по-моему, пофиг. То есть, есть всякие пост-CSS плагины типа MediaMQPacker, по-моему, так он называется, которые все похожие медиавыражения объединяет. Но, по-моему, там есть какие-то edge-кейсы, в которых он может сломать. Поэтому, на мой взгляд, если вы не чувствуете, что из-за этого ваш CSS вырастает хотя бы пару десятков килобайтов, то и черт с ним. Мне кажется, итоговый CSS, важно, чтобы он был адекватный и хороший, в него стоит заглядывать. Но если там медиавыражения не одно большое, ну, обертка, в смысле, с условием, не одно большое, а много маленьких, ну, и оно же гзипуется все. Много-много atMedia, atMedia320, atMedia320, оно объединяется, и как бы, ну, и все нормально. Ну, надеюсь, ответил вопрос NaughtyFox. Посмотрим, что там в чате. Ой, люди деньги, деньги шлют. Да, тут можно донатить в чате, я себе куплю мороженое. Тут некто Кезов спрашивает, пригласили фронтом с релокейтом, хотя опыта только 8 месяцев в офисе. В чем подвох? У меня 19, оффер был 18. То есть вы год ждали, чтобы соглашаться? Ну, в чем, может быть, подвох? Ну, естественно, вам нужно поузнавать все эти юридические стороны и зависеть от того, какой релокейт, потому что одно дело релокейт в Штаты, когда у вас вся жизнь меняется, допустим, а другое дело релокейт в большой город какой-нибудь. Если вам хочется переехать и использовать компанию, свою вакансию как средство передвижения, я бы соглашался. Тем более в 18-19 лет вообще все пофиг, можно спать на лавке и питаться бомж-пакетами. Но соглашайтесь. Мне кажется, ну, как бы понятное дело, что можно попасть на всякие юридические сложности и нужно все заранее выяснить и договор прочитать, который вы собираетесь подписать, если вам предложили. Но я бы соглашался, ну, может быть, потому что я балбес. Вот такой вот вопрос. Некто рудник спрашивает, почему бы не использовать всегда SVG-спрайты вместо IMG, если их больше одной. SVG-спрайты вместо IMG. Ага, все, понял. На самом деле у меня сейчас варится в голове большое видео про SVG. И хочется рассказать вообще про все-все-все сейчас способы про SVG, вставки, когда нужны все эти инлайновые SVG, спрайты и прочее, когда не нужны. Мне кажется, что если вы засовываете в документ то, что вы можете положить внешним ресурсом, вы портите кэш, вы раздуваете дом, дерево и так далее, и так далее. Это не очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно вставить иконку. Вставьте ее фоновым изображением. Если нет, вставьте еще как-нибудь. Если нет, и вы только в последнем пункте вставьте его как имлайновый SVG, потому что документ засорять не очень круто. Есть всякие дживоскриптовые решения для кэширования и прочего остального, но чем больше подвижных частей в вашем проекте, тем легче его сломать. Так что вот такая вот ерунда. Спасибо Рентам. Маечка действительно крутая. Я ее с конференции Frontiers утащил. Там их все мы раздавали. У них самые клевые футболки. Вы знаете, на конференциях выдают футболки, и ты такой, спасибо. И так понюхал, отложил в сторону. Ну, если обычно не очень хорошие. А я с прошлогоднего Frontiers'а ношу футболку, с этого Frontiers'а, и мне кажется, со следующего тоже буду носить. Потому что они просто материал, принты, очень класс. Искра, Боря, Пламя. Это, наверное, я. Что еще? Пререлокейт. Ага, ага. На что вешать псевдоэлемент в списках навигации? На ли или непосредственно на а, вложенные в него? Встречал оба подхода, хочу понять, какой из них правильный. Дмитрий Инакс спрашивает. Ну, смотрите, если вы повесите псевдоэлемент на ссылку, извините, то этот псевдоэлемент станет частью ссылки. То есть он будет кликабельный. И если он снаружи ссылки, если вы хотите, чтобы он был кликабельный, ну, типа, так, область ссылки расширять, или еще что-то такое, вешайте на ссылку. Если не хотите, чтобы он был кликабельный, вешайте на ли. Мне кажется, это вот такое простое решение, типа, кликабельный или не кликабельный псевдоэлемент. Сергей Шрамко комментирует, пожалуй Google рекомендует удалять неиспользуемый CSS Но на разрешение 320 не срабатывает стиль для 1920 и так далее Ну, неиспользуемый на сайте То есть вы используете на сайте эти стили Просто они не активированы, потому что размер экрана другой Другое дело, что в принципе можно сделать какую-то прословечку джавускриптовую Которая будет запрашивать нужные части вашего CSS В зависимости от матч-мидия джавускрипта, ну, аналог медиавыражений И да, но знаете, если вот мне сейчас предложить сделать Свою собственную систему запросов файлов В зависимости от размера экрана Или сделать, просто написать один CSS-ник, ну, небольшой Вы можете разделить CSS-ник не по медиавыражениям, а по частям сайта То есть на главной странице, каталог, типа АНАС, какие-то данные, прочие всякие Типичные части сайта Лучше так разделить CSS, но чтобы он точно весь загрузился И как бы окно не поменялось, как бы экран не повернулся Но прикиньте, смотрит человек на 320, а потом экран повернул И ждет, пока CSS загрузится, ну, так себе, да Я понимаю, что есть 320, есть 1920, но все равно Короче, мне кажется, что CSS лучше иметь один Да, спасибо WorldHacker и Renton за донаты А мороженое в Питере в феврале отлично Я вот вчера вечером съел, было нормально Дома тепло, не страшно Чего? Вика Васильева спрашивает, что лучше, Mobile First или Desktop First? Верстка Пробовала и так, и так, выгоды от Mobile First не увидела, хотя многим считается это лучше И именно про верстка, а не проектирование дизайна На самом деле, дизайнеры чаще всего рисуют Desktop First просто потому, что привычка Типа, нарисовал большой красивый сайт, ну, типа, много пикселей, больше ценность Ну, вы понимаете эту странную идею, да? А потом такие начинают уже прокрустывал ложа, закручивать и делать там 320 в итоге На мой взгляд, дизайнерам даже стоит начинать с мобильной версии И тем более вам тоже Объясню Дело в том, что есть такой стремный подход Называется, мы сделаем отдельную мобильную версию Это значит, что, типа, ну, людям на мобильном, наверное, вот эта функциональность не нужна Вот это вот тоже, и это вот тоже Поэтому мы сделаем там Я каждый день на GitHub'е Pull request, review, всякие коммиты, там, merge и всякое-всякое такое Общаюсь, ставлю ишьи на GitHub'е Так вот, GitHub, у него есть отдельная мобильная версия Она грузится на том же самом домене, но она подменяется Десктопную и мобильную Слава богу, можно переключить на десктопную Потому что на мобильной лейблы не поставить Код review нормальный не сделать Еще что-то не сделать То есть там очень сильно урезанная функциональность Все это можно было бы вместить в этот интерфейс Но они сказали, так, мы сделаем десктопную сначала, а потом урежем до мобильной Если вы делаете сначала мобильную, вы думаете, ого, огромное количество фич, их все нужно вместить Вы их вмещаете, а потом делаете удобнее для экрана побольше И это, на мой взгляд, самый-самый справедливый и адекватный подход с точки зрения пользователя Мы же ориентируемся на пользователей прежде всего Поэтому mobile first, мне кажется, самая классная вещь, которая случилась за последние 10-15 лет с нашей индустрией В смысле подхода к разработке интерфейсов Сначала делаете, решаете гораздо более сложную задачу Как уместить всю нужную функциональность на маленький экран А потом уже придумываете, как сделать ее удобнее и интереснее на больших экранах То же самое касается в верстке Если вы решили все проблемы для мобильного экрана Развернуть это в десктоп будет проще Плюс вы с самого начала думаете про удобство контролов Про их размеры, про мобильный трафик и прочее Ну то есть вы думаете, а на самом деле, о самом важном Потому что 10 лет назад десктопов было больше, сейчас мобильных больше То есть больше людей заходят на ваши сайты с мобильного А вы начинаете десктопы разрабатывать Ну ерунда же какая Так что, ну вот, надеюсь, такие причины, по-моему, убедят вас этим заниматься Вика, спасибо за вопрос У меня прям наболело Игорь Бородин Ивент в Киеве еще не планируется Осенью обязательно вернемся в Киев Уж не знаю, Викс или кто-нибудь нам обязательно поможет Кстати, я в марте собираюсь в Киев на JavaScript FW Days Скоро анонсируют доклад мой про графику Так что 16 марта, по-моему Так что увидимся Василий Гузов предлагает рассказать о техниках кастомизации селекта Ну, главная техника кастомизации селекта Типа, вставьте селект А потом сделайте так, чтобы он выглядел так, как вам нужно Но чтобы он оставался селектом Потому что на тех же самых мобильных телефонах Гораздо удобнее пользоваться селектами, которые нативные Которые, ну то есть написать адекватный селект Который красиво и хорошо себя ведет на десктопе Даже на десктопе нереально сложно Тем более на мобильных Поэтому недавно была статья В новостях веб-стандартах Поищите по слову селект латиницы В телеграме веб-стандартах Там лучше всего поиск Точно есть У меня сейчас под рукой ссылки нет У меня и ноутбука под рукой нет Маша забрала Поэтому статья Я не помню, кто ее написал Если кто-то из чата помнит эту статью Или может найти по слову селект латиницей Скорее всего в телеграме Обязательно кидайте сюда По-моему, то ли из филамент групп То ли из посела групп Кто-то из ребят написал статью Типа Да, филамент групп Маша подсказывает Как кастомизировать селекты в 2018 году Уже 2019, но я думаю, статья не сильно устарела Спрайт это не инлайн, это отдельный ресурс Ну, смотря как подключать Рудник Комментирую Станислав Стрельников спрашивает Про академию Да, я работаю между теми академии Но не сильно отвечаю Не сильно готов отвечать на все вопросы Но попробую Не думали ли вы запустить направление MERN Mongo Express React Node Ну, смотрите Мы недавно запустили интенсив по React Он еще, ну, он не тестовый В смысле, он адекватный Но все равно мы только что его запустили Соответственно, мы прощупываем это направление У нас есть уже PHP У нас уже, может быть, что-то вырастет из ноды более серьезное Ну, то есть, если покажется, что этот стэк востребован Если это просто станет таким go-to-вариантом для создания сайтов А сейчас go-to-варианты Ну, что это? Это скорее Bittrex какой-нибудь Ну, вы понимаете Так что WordPress, Bittrex скорее, чем вот этот вот ваш MERN Пока нет ощущения, что это востребовано отраслью А мы ведь стараемся работать для потребности людей Ну, это и нам хорошо, таких людей больше И отрасли хорошо, есть где этому научиться Поэтому, на мой взгляд, востребованность этого стэка Еще не очень высокая Он еще, ну, несмотря на то, что там ноде 10 лет уже Всерьез она начала восприниматься там И развиваться стабильно и хорошо Совсем недавно Так что еще стоит нам на ней пожить А потом уже заниматься образованием Артем предлагает пойти гулять, там снег Вот сейчас закончим Где-нибудь в час, минуту там через 40 Я обязательно пойду гулять Там, правда, снег и хорошо В Питере клевый Ну, у меня нет машины Поэтому я с удовольствием хожу пешком Езжу на метро Мне нравится, что Питер завалило снегом Автомобилистам мои соболезнования Потому что это очень грустно Кезов уточняет Согласился на оффер Пришла работка Го к нам Какие тут вопросы еще? Нет подвоха? Все хорошо Нет, правда, звучит очень хорошо Так, здравствуйте Спрашивает Market Wizard Кто бы вы ни были Средоточится на JS для фронта и бека Или все же PHP и Python Более предпочтительны для бека Ну, смотрите Я уже отвечал на этот вопрос В предыдущих своих этих Не лайвах, но записях Ориентируйтесь на офферы Ориентируйтесь на проекты Если вам что-то нужно изучить Для проекта Или для конкретного оффера В конкретной компании Изучайте это А если вам что-то интересно То есть вам нравится Писать на JS Окей, освоите ноду на сервере Пишите ваше приложение Для бека на Node.js И что там еще вокруг Там Mongo какая-нибудь Или так далее Пишите для себя Или ориентируйтесь на проект То есть нет такого Что типа лучше выбрать это Или лучше выбрать это Ну, глобально Есть ощущение Что типа PHP и там Python чуть-чуть уходят А я сейчас Вы сейчас можете кинуть Меня помидором А типа нода Она что-то там завоевывает Просто потому Что вот эти вот Изоморфные, прости господи Приложения Когда и всякие там Фронты бэкэндов На ноде написаны Вот эти вот все штуки Мне кажется Бэк заползает дальше В бэкэнд А фронтэнд Немножко пробирается На переднюю часть Бэкэнда Но это Это лучше Мельхова вопрос Позадавайте Спасибо за конференцию Веб-стандартов Два раза был в Киеве Очень понравилось Мне тоже жутко нравится ВСД в Киеве Последние два года Просто огонь Ну то есть До этого тоже было хорошо Но новая площадка Нам очень сильно Ребята из ВИКСа Помогают Там Юра Ткаченко Катя Познышу Прям Ребята, спасибо Надеюсь в этом году Снова сделаем Киев просто огненный Так Какие есть инструменты Для анализа Неиспользуемого CSS Для анализа Правильности CSS Быстро проверить Нет ли ошибок лишнего Ольга Коваль Коваль Ударение на О Я медленный Ну есть всякие Инструменты Типа UnCSS Но на самом деле Прямо в Хроме Есть CodeCoverage Такой инструмент Который показывает вам Ну вы заходите На страницу какую-то И он вам показывает Красные и зеленые Барчики такие Показывает Какой код используется Какой не используется В принципе Это прям Это прям Не инструмент При инструмент Имеется ввиду CodeCoverage Но вы можете Примерно прикинуть Что там Используется Что не используется Соответственно Оптимизировать что-то Понять Какие файлы И какие части файлов Нужны или не нужны А так Есть всякие UnCSS И по-моему Эди Асмани писал Или еще кто-то такой Знаете Я Не видел Адекватных Инструментов Которые Прямо Работают Во всех Ситуациях Применимы Очень легко Типа такой Drop-in solution Типа NPM install UnCSS И у вас В проекте Сразу Весь лишний CSS Сбрился И разбился По модулям Наверное Нет Ну то есть Если вы пишете Всякие модульные Современные Синглпейджовые Штуки Там наверное С этим проще Потому что У вас CSS Нужный Для модуля Его можно Как-нибудь Тришейкать Или как-нибудь Вместе с JS Его подгружать Соответственно На уровне JS Разруливать Какие части Нужны Нужны Всякие Чанки Бандлы И всякие Вот эти Чудесные Истории Если У вас По старинке Просто Ну или по старинке Ну как вам нравится Это в общем-то Вполне Работающий Способ Если у вас Просто CSS Подключается Внешним Файлом Одним Большим Мне кажется Лучше Его Просто Разделить На Разделы Сайта На главный Этот файл На Внутренний Этот файл Еще Потрекать Статистику Понять на Какие страницы Заходят И куда идут Дальше И если Все Пользователи 90% После главной Страницы Заходят Еще и на Какую-то Страницу Каталога Или корзину Вы так А Так может быть Стоит На главный Загружать Эту и эту Страницу А эти Отложить Это вопрос Про Именно Разделение CSS на части Чтобы не Грузить Одним Большим Куском Если он Слишком Тяжелый Насчет Неиспользуемого CSS Там есть Нюанс Что нужно Чтобы этот Инструмент Нагенерировал Вам Локально Статику А вдруг У вас Какой-нибудь Развесистый Бэкэнд Который Просто Не может Вам Дать Этих HTML Которые Нужно Проанализировать Вот это Беда Поэтому Код Коверидж В devtools Хромовских В этом смысле Лучше Работает Какой У вас Ни был Бэкэнд По страницам Проходитесь И собираете Эту Информацию Короче Логически По модулям По страницам Разделять Гораздо Проще Чем ANCSS ANCSS Помогает Если У вас Кодовая База Которая Которую Писал Ваш Прадедушка И вам Нужно Как-то В ней Разобраться Ольга Коваль Надеюсь Ответил И запомнил Как ваша Фамилия Некто Make Their Sleep Извините Да Эта штука Сейчас записывается В камеру Если Все Будет Хорошо Я Скорее Всего Нарежу И выложу Отдельно Либо Просто Life Останется Ну В общем Что-нибудь Из этого Точно Будет На канале А вот Андрей Мельхов Вот Задавайте Ему Вопросы Про Бэкэнд Он Вам Расскажет Что Такой Мобильный Экран 10 Дюймов Это Мобильный Или Десктопный Как Разделять В современном Мире Тач Экранов На Ноутах Смартфонов Размером С Планшет Андрей Заковыристый Вопрос Мобильный Экран В моем Мире Это Не Какая-то Четкая Систематизация Я не Писал Научную Работу Об этом Мобильный Экран Это То Что Люди Держат Одной Рукой И То Что Люди Кладут В карман Это То Что Массовое Подавляющее Большинство Людей Имеют Вообще Под рукой То С чем Они Просыпаются То С чем Они Ложатся Спать Книжку Читают Про себя Кино Посмотреть Погоду Проверить Смс Написать Прямо Продолжение Их руки Вот это Мобильный Девайс Планшеты Тоже Достал Сел На диван Что-нибудь Посмотрел Или Что-нибудь Такое Мобильность Это Одна Рука Это Карман Это Самые Массовые Девайсы На мой Взгляд Нужно Ориентироваться На них Соответственно Я знаю Людей У которых Рука Держит Лопату 10 дюймов И все Все равно Есть Какие-то Плюс Минус Границы В которые Мобильность Укладывается Андрей Надеюсь Ответил На вопрос Бисимпл Спрашивает Как реализовать Звезды Рейтинга На СВГ Сложность В том Что они Должны Закрашиваться По Половине При Наведении Готовое Решение Не Нашел У меня Был Совершенно Обалденный На Спрайтах Рейтинг Там Было По-моему Пять Ссылок Один Спрайт С полным Рядышком Рядом Звездочек Активных С полным Неактивным Я его написал 10 лет назад 12 лет назад Я не помню уже Знаете Это хорошая идея Для видео У меня сейчас Были видео С кодингом Где я там Всякие Веб-компоненты Кодил Или всякие Что я там еще Кодил Загрузку Видеоплеера Еще что-то такое Это хорошая идея Для кодинга Можно Взять СВГ И реализовать Ту самую Мою демку Со звездочками Десяти Или больше Летней давности Спасибо за идею Мне кажется Не к тебе Симпл Мне кажется Это будет Хорошая штука Для кодинга Просто сейчас Вот в эфире На пальцах Не объяснить Как это сделать Но у меня Есть парочка Идей в голове И опять же То что Ту идею Которую я сделал Тогда Много лет назад Я ее сделал Не очень разумно И не очень доступно Сейчас можно сделать лучше Чтобы рейтинг был Прям кликабельный Доступный с клавиатуры А еще при наведении Можно Нет Было бы прикольно Причем Половинчатость Нужно как-то реализовать Чтобы можно было С клавиатуры Докликаться до кнопочки Нажать на звездочку Один раз Чтобы половинку Вывести Потом нажать еще раз Чтобы целую закрасить В общем Не простая задача Но очень интересная Давайте Давайте мы Как-то мы В следующем видео К ней вернемся Эдуард Спасибо за Эдуард Казарян Спасибо за соточку На два мороженого Теперь хватит Какие советы Будет поверсткой HTML писем Что насчет MGML Или foundation For emails Эффекса Некто Знаете Я счастливый человек Я не верстал писем Since 1969 Ну то есть Очень-очень-очень Давно не верстал писем Практически никогда Поэтому Как автомобилистом Мои соболезнования И я Не помогу им В этом К сожалению Но есть очень много Докладов Есть много разных Фреймворков Есть фреймворк Подход Который называется Килограмм От Неспокойного человека Живущего в Питере Поищите Латинице Килограмм Это еще одна Из разработок Может она вам понравится Аввакод Единственный Необходимый инструмент Для работы с макетами Знаете Я с Аввакодом Очень мало работал То есть Мы в Академии Виталик Зюзин И всем Весь наш отдел Работы с версткой И зеппленным И Аввакодом И скетчем И фотошопом Еще со всеми Этими делами Жонглируют Наши студенты Им пользуются Я к сожалению С Аввакодом Очень мало работал То есть У меня есть всегда Фотошоп У меня есть всегда Скетч И я получаю Непосредственный доступ К макетам Если мне нужно Что-то сделать Поэтому У меня эта проблема Никогда не вставала Аввакод Позволить себе фотошопа К сожалению К счастью Но в моей профессиональной деятельности Фотошоп очень нужен Не было у меня опыта Извините Может быть Может быть Стоит мне покопаться В эту сторону Но пока просто Не было причин Инструменты есть Зачем еще какая-то прослойка На мой взгляд Если у вас есть доступ Непосредственно К инструментам К которым Макет был создан Это гораздо Гораздо лучше Чем то Что у вас стоит Аввакод Зепплин и так далее Потому что Мало выэкспортировать картинку Дорисовать Дотюнить Как-нибудь кривую Погнуть Если дизайнер Балбес И нарисовал Иконку Мимо пиксельной сетки Выделили точечки Подвинули Экспортировали Дизайнер даже не заметит Он скажет Какие классные иконки Нарисовал А тут Верстальщик все подправил Поэтому На мой взгляд Если вы можете получить Доступ к фотошопу И к скетчу Получите Зепплины И аввакоды Это полумера Которая Экономит На Экономит деньги Но вариант Продолжаем Запись трансляции Будет на канале Арт Ликорн Спрашивает Хотел сделать На сайте Анимированный СВГ Взять Отдельный Патх Анимировать Через CSS Сильно ли Нагрузит Сайт В плане Загрузки Страницы Но если Вы будете Будете Использовать Какие-нибудь Библиотеки Типа Гринсока Или Снап СВГ Они вроде бы Оптимизируют Все это дело И вроде бы Они нормально Анимируют СВГ Ну смотрите Если у вас На кривой 10 тысяч точек Чем бы вы Не анимировали Она будет Медленной Потому что Это нужно будет Рассчитывать Если вы Заранее Оптимизируете Кривые Есть в Иллюстраторе Механизм Который Сохраняя Внешний вид Фигуры Иногда Сто процентно Сохраняя А иногда Немножечко Ее упрощая Удаляет Лишние точки Так вот Перед тем Как что-то Анимировать В браузере Было бы хорошо Лишние точки Почистить Некоторые точки Просто стоят И ничего не меняют То есть прямая Две точки А в центре Еще одна точка Зачем? Ее можно удалить И прямая Такая же останется Вот в таком же смысле И кривые тоже Можно подчищать Почистите кривые Используйте SnapSVG GreenSock Или подобные штуки Для анимации Не пишите Свой велосипед Спасибо Одному верстаку За 100 рублей И Лауре Хигай За 200 Господи Я буду богат Я буду богат Под конец этого эфира Кап Капрал Спрашивает Почему HTML Short Это закрыли Зато открыли Вот этот канал Ну смотрите HTML Short Начинались Как видеопроект Академии Старались Выпускать видео Там тоже Чуть ли не раз В неделю Потихонечку Замедлились Это реально Была сложная Задача Мы еще и Планку очень высокую Себе задрали Я писал Тексты Всего этого Читал Экспромтера Читал не с первого Дубля Потом склеивали Очень сложно Монтировали Это был Такой этап Когда Академия И лично я Учились снимать Видео Учились писать Какие-то тексты Учились Это все делать Мы этот этап Прошли Теперь я пишу Какие-то другие Скринкасты Для нужной академии Я пишу Все вот эти видео Шорты Как бы Никто проект Не закрывал Это знаете У сериалов Такое бывает Что типа Сериал закрыт Когда сюжетная линия Закончилась Или просто Продюсеры решили Дальше не выпускать У него У всех сериалов Есть официальный статус Типа Продолжается Или закрыт Так вот Проект шорты Не закрыт Может быть Когда-нибудь Мы к нему вернемся Библиотека лежит Люди в академии Классные есть Может быть Я когда-нибудь Сниму какой-нибудь Выпуск шортов Не знаю Просто потому что То есть проект не закрыт Но сейчас Мы научились Мы прошли этот этап И я сейчас записываю Эти видео Академия делает Фокусируется на других делах Короче Все нормально Я думаю То что я вернулся К вам в таком виде В каком-то смысле Компенсирует Отсутствие шортов В контексте борьбы За семантику Стоит ли уделять Этому внимание Если проект Нацелен на аудиторию В узком регионе Игорь Бородин спрашивает Игорь Если вы вдруг Не смотрели Мой доклад Семантикой для ценников Вы Обязательно посмотрите Не то что Не просто потому что Я рекламирую свой доклад А потому что Я там сформулировал Очень важную мысль Которая перевернулась У меня в голове Прошлой осенью И Грубо говоря Если доклад Сформулировать Там в паре фраз Семантика Не имеет смысла Сама по себе Имеет смысл Удобства пользователей А семантика Это инструмент И Семантика Good parts Это альтернативное Название моего доклада Поэтому Вот такой Очень простой ответ Семантикой стоит Заниматься Всегда Для любой Аудитории Если Она Улучшает Опыт И удобство Использования Сайта Вот и все Какая бы аудитория Не была Даже если вы Сами для себя Делаете сайт Сделайте так Чтобы вам было удобно Пользоваться И для этого Семантика может помочь Там-тарам-там-там Статья про селекты Спасибо за канал Спасибо, что Смотрите и пришли Сейчас на машину На донате Я не люблю Лучше Лучше второй велосипед Какой-нибудь Ультра-шостер Такой Четырехкилограммовый А то у меня Сейчас Да Гравилбайк Привет Используешь Йоман Ваня Вы из прошлого По-моему Йоман Довольно Довольно Неподдерживаемый Проект И довольно-таки Это Знаете Боуэр Йоман Вот все Что там Эдиосмани и компания Писали Нет Не использую Мне кажется Что инструмент Переусложнен И может быть Когда-то он Выглядел хорошо Но публика Его не взяла И не воспринял Поэтому Я не хочу Говорить Что типа Плохой инструмент Не используйте Я хочу сказать Что типа А еще кто-то Его использует Я правда Очень давно Про него не слышал Но у него Была прикольная Иконка Евгений Ларков Спрашивает Что скажешь Насчет Конструктора сайтов Конструкторы сайтов Всякие Тильды Виксы Рэдди Маги И прочее Мне они Не нравятся Ну то есть Если вам нужно Быстро запустить Сайт То Если сравнивать Отсутствие сайта И сайт На тильде Например Сайт На тильде Лучше Я знаю Конференции целые Запускаются Айтишные конференции Запускаются На какой-нибудь Тильде Хорошо Нет ресурсов Нет времени Ну запустите На конструкторе Но Если у вас есть Профессиональная команда Которую вы Заставляете Работать С тильдой Потому что Вашим контент Менеджерам удобнее Какая-нибудь Тильда В кавычках С маленькой буквы Потому что Это не конкретная вещь А просто Конструктор сайтов Который на слуху Если вы заставляете Вашу команду Работать с этим Конструктором сайтов И Вписываться в ограничения Этого конструктора И всякое такое делать Мне кажется Вы мучаете Своих фронтендеров Лучше Дайте им Чтобы они Сами написали Но Это моя точка зрения На мой взгляд Конструкторы сайтов У них есть Узкий Узкий Use case Типа Нужно что-то Быстро запустить Не париться Но Качество Для конечного Пользователя От этого Страдает Это факт MarketWizard Продолжает Спрашивать Как часто Будут ваши лайвы Ну Можно попробовать Раз в месяц Сделать То есть У меня Была абсолютно Паническая атака До начала Этого лайва Сейчас я уже Вошел в колею И Я потом Выдохну Приду в себя И пойму Как это прошло Пересмотрю видео Посмотрю Ваши вопросы Мне кажется Раз в месяц Можно будет делать Почему бы нет То есть Именно Можно будет Сфокусироваться На Практических делах С ноутбуком С экраном Со скринкастами Со всем остальным В обычных видео А отвечать на вопросы Всегда в режиме лайва Потому что Записывать ответы на вопросы Немножко скучновато Хочется общаться с вами лично Давайте попробуем так Мне кажется Хорошая идея Сергей Шрамко На работе Пишут невалидный код В целом Все работает То есть Ошибка не критична И браузер автоматом Все фиксит Вы делитесь болью Или задаете вопрос Я понимаю В невалидном коде Сложнее искать ошибки Невалидный код Может плохо Невалидный В смысле Тег не закрыт Или еще что-нибудь Вложенность неправильная Невалидный код Может плохо Прозвучать В какой-нибудь Читалке Невалидный код Может плохо Распарсить Гугл Невалидный код И так далее И так далее Грубо говоря Если вы в чате Написали текст Без запятой С маленькой буквы И не знаю Транслитов Ну вас Прочитают Но если вы Отдаете текст В мир И его может прочитать Кто угодно Вплоть до машин Лучше убедиться Что у этого текста Там точки стоят Там приложение начинается С большой буквы Кавычки расставлены И так далее Просто потому что Это не просто код Который должен выглядеть И браузер его фиксит Это огромное количество Инструментов Которые рассчитывают На валидный код По правилам HTML К счастью У браузеров Примерно одинаковые Сейчас парсеры HTML5 Которые одинаково Разбирают ошибки Но тем не менее Я бы Ну вы бы не стали Запускать Поломанный CSS Поломанный JavaScript Даже если CSS Умеет исправлять ошибки Типа свойства Два раза написаны Или что-нибудь там Не закрыто Это все равно нехорошо То же самое с HTML Мне кажется Прямо уж совсем Засовывать его В валидатор не стоит Потому что валидатор Прямо сейчас Может быть Какие-то неадекватности Говорить Но настроить Какой-нибудь HTML minifier Или как он там Сейчас называет Этот проект Который минифицирует HTML И по ходу дела Еще фиксит HTML и так далее И может показать Какие-то ошибки Почему бы нет Ну мне кажется Иметь валидный HTML Так же хорошо Как иметь Работающий Валидный Без ошибок CSS JavaScript И все что угодно Плюс Это удобнее Всем Не только Браузером Как убить руководство Что не ок ВСД В Москве В 2009 году А в Киеве По-моему Уже В 2010 году Привели Ну я не помню Короче Юбилей мы точно Будем отмечать Так что Как-нибудь Не знаю Торт Зажжем Со свечами На сцене Так Насколько важна Доступность Сайта На промо-проектах Рассчитанных Под конкретную аудиторию Александр Вы не из Яндекса Как посчитать Пользователей С ограниченными Возможностями Александр Власкин Промо-проект Это проект Который запускают Прямо сейчас А потом выбрасывают Потому что Когда он выполнит Свои задачи Проект Который На который я прихожу И он молчит Для меня Если я Не вижу его Проект Который Не позволяет Мне с клавиатуры Кликнуть на кнопку Купить Даже если он промо Проект Который Долго грузится Или при повороте Экрана взрывает Как Какая-нибудь Промо-страница Яндекса На Редимаге Это плохой промо-сайт И дело Не в семантике И дело Не в доступности Дело в том Что просто Вы сделали его плохо Потому что Пользователям Неудобно Поэтому говорить Ну это же промо-страница Ну это говорить Типа Да мне пофиг На качество сайта Это мой взгляд Безусловно Тут есть бизнес Тут есть менеджер Еще что-то такое Все люди Которым Нет дела До технологий Нет дела До качества На технологическом уровне Будьте тем Будьте тем человеком Которому Есть дело До качества На технологическом уровне Убеждайте Тех Квыше Что это важно Если вы в это верите Я в это верю Я стараюсь убеждать Вот это мой подход Вы решайте сами Но мне кажется Даже для промо-сайтов Доступность Важна Нужна И это не дополнительные расходы Это просто С самого начала Делайте хорошо И это не дольше Как вы верстаете Pixel Perfect Спрашивает DataX Плагин, аддон И чем пользуетесь Я не верстаю Pixel Perfect Я просто стараюсь Попасть в макет И все У меня нет Требований Pixel Perfect На мой взгляд Оно немножечко Оно требуется В реальности Многими заказчиками Потому что Они не понимают Как работает веб И многими дизайнерами Которые не понимают Как работает веб Pixel Perfect Невозможен Абсолютно невозможен Но Они открывают В одном браузере И в одном браузере Все выглядит Как в одном макете Ну хорошо Молодцы Я не пользуюсь Pixel Perfect Мне кажется Это вредно Ну А вы сами смотрите Как бороться с проблемой Когда на винде H1 ставишь Font weight 600 И все окей На маке выглядит Как 900 Хан Гуэн Задает вопрос Про Сглаживание Шрифтов на маке Смотрите Вы сидите На виндус Вы открываете Мак И думаете О господи У них кнопочки слева О господи У них шрифты мыльные Я сижу на маке Я открываю виндус Говорю О господи У них кнопочки справа У них шрифты Тоненькие Какие-то стрёмные Чувствуете? У нас разные взгляды На то Как должно быть Поэтому Если вы Смотрите на мак И считаете Что там все неправильно А для меня Это норма Я смотрю Также на виндус Не пытайтесь Привести Все К тому К чему Вы привыкли Поставили Font Weight 600 Он выглядит так Как он должен Выглядеть на виндус Он выглядит так Как он должен Выглядеть на маке Все Нет такого Нарисовать идеальный Макет Чтобы он выглядел Везде Одинаково Хорошо Во всех браузерах На всех операционных Системах Есть Системное Сглаживание Шрифтов И оно Привычный Пользователь Если он Видит У себя На маке Винду В текстах Заголовках Где-нибудь Еще Он скажет О господи Вам это не нужно Он привык Питон Джанг В HTML Академии Будет Спрашивает Алекс Харабара Не уверен Вряд ли Мы пока Немножко По другому Пути Идем Я надеюсь Что у нас Скорее всего JS направление Будет развиваться Потому что Оно Сейчас На подъеме Но Если Неожиданно На рынке Станет Нужны Питонщики Джангисты И так далее Вперед А так В общем-то Ребята Из питон Из питоньего Сообщества Активно Занимаются Всякими Конференциями Метапами Всем остальным Есть где Получить Какое-то Образование Есть с кем Тарас Рущак А как же PostCSS Он убирает Неиспользуемый CSS PostCSS Это просто Штука Для запуска Плагинов И есть Плагины Для убирания Ненужного CSS На PostCSS Наверняка Но сам PostCSS Это просто Запускалка Всякого PostCSS Это как Галп Или Вебпак Вы ему конфиг Пишите Или Скрипт Какой-нибудь Он его запускает Все Павел Как правильно Для P1 H1 H2 Нижний Верхний Нижний Отступ Схлопывание Отступов И удаление Лишних Если нужно First child Last child Павел Я сейчас Не могу Сверстать В голове То, что У вас есть К сожалению Поэтому Вопрос Сложнее Чем я готов Воспринять Я стараюсь По умолчанию У заголовков И параграфов Отступ Сверху Снизу Мне больше Нравится Когда Отступ Только снизу У элементов Поэтому Когда я Что-то Контент Оформляю Я стараюсь Отступ Оставлять Только снизу Мне Так проще И Схлопывание Это тот Механизм С которым Я так и не научился Работать С которым Точнее Научился Но я В голове Все еще Эта модель У меня Не лежит Поэтому Когда два Марджина Вот так Проникают Друг в друга Мне это Всегда вызывает Такое Немножко Типа Опять Нет Поэтому Я стараюсь Отступ Сделать Снизу Чтобы Они Не схлопывались И так Было бы Проще Но Бывают Ситуации Когда Удобно Чтобы Отступ И схлопываются Поэтому Я специально Реализую Может быть Я ответил На ваш вопрос Василий Гузов Расскажи про Своем Варклоу В двух словах Для лендинга Одностраничного Например С чего Начинаешь Как Оптимизируешь Деплоишь Смотрите Страшная Правда Я наверное Не фронтенд Разработчик Уже В том Смысле Что Ко мне Не приходят Заказы Сделай Мне Одностраничный Лендинг Я просто У меня Бывают Проекты Мои Личные Или Какие-то Около Того Которые Я беру И верстаю Но У меня Нет заказчика Обычно Обычно Очень Расслабленные Вещи Поэтому Я бы Не стал Делиться Своим Опытом Потому что Он Специфичный Ну а так Типа Фотошоп Скетч HTML Написал HTML Потом Написал CSS Потом Написал JavaScript Ну типа Того Старомодные Наверное Модульность У меня На уровне CSS Файлов HTML Может быть Какой-то Шаблонизатор Простенький Ну вот Вот так То есть Мое общение С синглпейджами Я сейчас Типа С Gatsby Для нового Сайта Веб-стандартов Вожусь И все Я наверное Не тот человек Которому Вы хотите Задать этот вопрос У нас Осталось 10 минут У вас Огромное Количество Вопросов Николай Марченко 200 рублей Подкинул Я наверное Сейчас Немножко Пофильтрую Вопросы Потому что Подряд Будет Абсолютно Невозможно О господи Тимофей Бутников Дал 1000 рублей У меня Будет Много Мороженого Тимофей Спасибо Скуш Инструмент Дмитрий Если вы Не можете Попасть На Скуш Попробуйте Через VPN Зайти Может Они Где-нибудь Хостятся О Баны Пошли Какие-то Прекрасно Как найти Компромисс Спрашивает Николай По-моему Хороший Вопрос Дать Возможность Джуну Научиться На реальных Задачах Коммитить Проект При этом Не тратить Много Время На Код Ревью И Справление Его Неудачных Решений Мне кажется Что Код Ревью Это Один Из Классных Процессов Внутри Компании Для Обучения Есть Еще Когда Вы Приходите И Вместе С ним Кодите Как Это Называется Кодинг В четыре Руки Пар Пар Тоже Хорошая Практика Поэтому Если Вы Можете Потратить Хотя Немножко Времени На Код Ревью Реально Две Три Реплики На Срочке Кода Если У вас Еще На Гитхабе Вообще Хорошо В смысле Там Удобная Система Код Ревью Мне Кажется Что Если Вы Хотя Немножко Времени Можете Потратить На Это Лучше Потратьте Бесценный Инструмент Абсолютно Я Очень Много Узнал Во Время Код Ревью Своего Кода Так Скуш 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 О Да Там Какой-то Отворился Я Все Пропустил Ну Что Такое Донаты Через Гугл Уходят Гуглу Ну Гугл Поест Мороженого Вместо Меня Алекс Харабара Спрашивает Участвую ли я Платно В создании Сайтов Как Верстальчик Или Только Как Ментор Я Очень Давно Не Разрабатывал Ничего Коммерческого У меня Кроме Моей Фуллтайм Работы В Академии Там Преподавателем Автором И Прочим Всяким Человеком Внутри Пепелсбеем Короче У меня Есть Куча Личных Проектов Веб Стандарты Шовер Конференции Метапы Всякое Такое Некоммерческие Подавляющее И У меня Там Много Задач Внутри Них И Я Ими Занимаюсь Я Заказчик Я Исполнитель Ну Примерно Так То есть Если Ко мне Кто-то Придет Сделай Сайт Я Скажу Вот Ребята Могу Порекомендовать Но Не Приходите Ко мне Часто С Рекомендациями Потому Что Я Работают В рамках Лиги А Там У нас HTML Версочный Продакшн Есть Приходите К ним Они Ну То есть Я Их Ущу Хорошим Вещам В Академии Наверное Они Хорошие Примерно Так Что Думаешь Про Бэм Если Планы Добавить Методология В курс Или Снять Подобные Виде На эту Тему Алекс У нас На втором Уровне Верски В HTML Академии Есть Моя лекция По Бэму Большая Двухчасовая И в принципе Бэм Как Бэм Работает Не трогай Не нравится Бэм Не используйте Бэм Нравится Бэм Вперед Мне кажется Это адекватно Я классы В большой верстке Пишу по Бэму До сих пор Может быть Я старомоден Не знаю Как вам Приходят Идеи Для докладов На конференциях И метапах Когда я пытаюсь Придумать Кажется Что все уже Рассказано И написано Вика Идеи Приходят Тяжело Я знаю Что большинство людей Как и вам Сложно Взять И подумать Типа Я хочу Вот эту Штуку Рассказать Я точно Не уверен Очень мало Таких людей Обычно люди Так тихонечко Подходят И так Типа Мне кажется Что моя идея И главное Подойти к оргу Главное Не думать Что Ой Наверное У меня Глупая тема Типа Набраться смелости Сказать Окей Вот у меня Такой проект Был на работе Что думаешь И тебе уже Орг Вам уже Орг скажет Норм Нет Ну то есть Зависит конечно От метапа Но с теми людьми Которые приходят На питерсесс Метап На конференции Типа ВСД Просто с идеями Я иногда беру Говорю Окей Смотри У тебя вот такая идея Но если дополнить Вот так Если добавить В этот доклад Еще вот это Если сделать Вот это Вот это Вот это Получится огонь И человек говорит О классно Спасибо Выходит Этим докладом Рассказывает Иногда я становлюсь Маленьким соавтором Ну не так часто На самом деле Но Идея в том Что организаторы Могут вам так помочь Поэтому приходите С любой ерундой Озвучивайте ее На метапах Часто такой голод Что вас возьмут Не в смысле Что вас возьмут Даже с плохим докладом В том смысле Что Смогут рассмотреть Суть вашей идеи И помочь развить Смелее Как бояться Как перестать бояться И начать верстать Начать верстать И перестать бояться Не знаю Мне было настолько интересно В свое время Что я даже не думал Про то Что страшно Не страшно Я просто фигачил Поймайте это ощущение Недавно закончил Не я с Гарипов Недавно закончил JS уровень 1 Продолжая качаться на JS На работе решили писать На ангуляр Начали Нужно учить его Учить фреймворк Без хорошего знания JS нехорошо Что посоветуешь Ну слушайте Если вы закончите Если вы прошли JS уровень 1 То в принципе Вы даже Немножко Вы знаете JS Вы не знаете ECMAScript Вы не знаете Адекватно До конца Модульность Сборку И все остальное Чему мы учим Допустим В академии На JS уровне 2 Но в принципе У вас какая-то Основа есть Можно Это лучше Чем если вы вообще Не знали JS И пришли такие Начали учить Angular Учите его Нормально Приходите к нам На вторую верстку У нас сейчас уже Третья верстка запустилась Где в качестве примера Используется React Это совсем другой уровень Это как бы уже Ну верстка Это точнее JavaScript Да Я имею в виду Что третий уровень JS Он совсем Другой Я бы вам рекомендовал Сходить на второй уровень JS Потому что Все-таки Там Вам будет проще Но Мне кажется У вас какая-то основа Уже точно есть Николай Птатс 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 С фамилией Что у тебя С белорусскими корнями Они не особо белорусские Просто После войны Родственники Приехали В Белоруссию Где-то там В Молодечно Жили И все такое А потом Всяческими Всяческими Разными Перемещениями Я очутился в Питере То есть Это не то Чтобы белорусские корни Это просто Географически Совпало Но Минск Люблю Бываю Вот такие Вот у меня Корни Дамп 2019 Все в силе Будешь там На 404 К сожалению Не доехал А на Дамп 2019 Хочу доехать Пока не гарантирую Но хочу Так что Посмотрим Посмотрим Гряды Иван Короткий ответ Для грядов Не нужен фреймворк Гряды Нужно просто Брать и использовать Все Гряды Это как Bootstrap Маша Показывает Три пальца Наверное Это значит Что-то про Три минуты Ну в смысле Мы не должны Закончить Ровно час Потому что Мы превратимся В тыкву Но хочется Уложиться в час Чтобы потом Вернуться Через месяц С новым лайвом Да В апреле Стоящей конференции По ЦСС Санкт-Петербурге Не думаю В апреле Будет стоящая Конференция По HTML ЦС Дживоскрипту По фронтенду В Москве Называется WebStandards Days Так что Приезжайте в Москву Лучше Диляра Спасибо за 149 рублей Мороженого Очень много Адаптировать Изображение Под ретину Как именно Поищите мой доклад Четко и резко Он Страшных годов Когда только Первые макбуки С ретиной вышли Я купил себе первый Сделал доклад Про ретину Я там Очень много Про ретину Рассказываю Может быть Он ответит На ваш вопрос Так Когда паддинг Когда марджин Внешний отступ Внутренний отступ Я не знаю Ну Кстати Есть люди Которые говорят Что Несемантично Использовать паддинг Потому что Это отступ Типа Ну Параграфы снизу Что за ерунда У ЦСС Нет семантики В ЦСС Можно делать Все что угодно Либо пользователю Было удобно Как вы думаете Совмещение Работы на реакте С подходом CSS and JS Хорошая практика Ну Мне кажется Что Наверное В реакте Если у вас Уже там JSX И все вот это Использовать CSS and JS Да Адекватно Удобно Какой-нибудь Стайл Компонент Или что-то Больше вам нравится Я Только лапкой потрогал Я особо Не кодил В этом стиле Но я знаю Что CSS and JS Появился именно Потому что В подобной Архитектуре Им пользоваться Удобнее Чем Подключать Файлы CSS Отдельно Поэтому Скорее Да Какой у вас Курс Больше всего Подойдет Для людей Которые Уже Работают Могут Создавать Компонент Интерфейс Но у них Плохой HTML CSS Владимир Спрашивает Слушайте А попробуйте Наверное Почитать Программу Первого уровня И второго уровня Верстка Ну Вот Просто Сходу Ответ Кажется Что Второй Верстка Наверное Вам подойдет Потому что Наверное Все что на первом Вы уже знаете А второй Вы подкрепите Свои Задания Знания На самом деле Можно проходить Курсов Вы берете Короче Вот ваша Учебная программа Берете Себе Второй Уровень Интенсив Второго Уровня У вас Тут же Открываются Все курсы Проходите Все курсы По HTML CSS Которые Есть на Академии И идете Учиться На второй Уровень Отличный План Отличный Очень много Вопросов А А Бэм Не Бэм Как убедить Коллег Верстать Семантические А не Девами С Бутстрапом Покажите Им Доклады Дмитрий Мои Может быть Про Семантику Для Циников Про Бесчеловечный Интерфейс Может быть Они Проникнутся А может быть Приведите Какого-нибудь Своего Друга Или Знакомого Который Может быть Незрячий Например Или Покажите Ему Видео Как люди Пользуются Смартфонами Незрячие Как они По сайтам Ходят Покажите Им Сайт WebLine .ru Ну то есть Можно поработать Над их Образованием Не обязательно Называть Их Грязными Шакалами И Всячески Презирать Можно им Помочь Понять Почему Мы все Раньше Были Не в курсе А теперь Теперь знаем Почему Это хорошо Ну ладно Мы потихонечку Заканчиваем Как получить Job Оффер С оплатой И переезда От академии Интересный Вопрос По-моему Академия Не релокейтит И не Все такое Но мы С радостью Принимаем Новых людей В сотрудники В нашем офисе Но по-моему Сотрудники Сами переезжают Ну не суть У нас периодически Бывает академия Офис в Питере У нас Уютно Печеньки И все такое Ой господи Что я несу Короче Вроде бы Мы не переводим Ну что Давайте заканчивать Какой интенсив Мне подойдет Академии На самом деле Внутри академии Там много текстов Написано Про то Какой интенсив Вам подойдет И реально То есть На лендинге Интенсива Написано Для кого Этот интенсив То есть Ответ на эти вопросы Обычно есть Но Сама академия Периодически устраивает Лайвы С преподавателями Со всеми людьми Ну типа Вот этого лайва Где много отвечают На вопросы Типа Что мне подойдет Так что Присоединяйтесь Или посмотрите Старые лайвы Они же по-моему Выложены на канале Академии Так что Можно посмотреть Старые Там много ответов На вопросы Про это Я стараюсь Здесь фокусироваться На каких-то Общих делах Это не стрим Академии Так что Это немножко другое Короче Давайте заканчивать У нас уже получился час Какой план Я все это Наверное Я посмотрю Какой получился лайв Хорошее ли качество Получилось Если все хорошо Он останется таким Я Может быть Накидаю Какие-нибудь ссылки Которые были в чате В описании Что-нибудь еще добавлю Если бы качество Было не очень То что записалось В камеру Выложу Нарежу Сделаю Драматические переходы Вставлю заставку Какую-нибудь И выложу Отдельно Не суть Главное Что первый лайв Прошел Ничего не загорелось Ничего не взорвалось Огромное спасибо Маше И вафельки Все твои И Мы будем Продолжать Постараемся Делать это почаще Например Раз в месяц И плюс Ну и естественно Я буду продолжать Записывать видео Спасибо огромное Всем кто донатил Спасибо огромное Всем кто Смотрел Задавал вопросы Вопросов было Гораздо больше Чем я могу ответить Но Делать из этого 2, 3, 5, 10 часов Марафон какой-нибудь Глупо Лучше Формулюйте свои вопросы Пошире Поинтереснее С какими-то примерами Может быть И присылайте На happypills.by.net Да? Хорошо Ассистент Машенька Включила адрес В общем Пишите мне Я постараюсь Разобраться на этой неделе Со своим Бэклогом Неотвеченных писем И Будем продолжать Развлекаться На этом канале Спасибо огромное И до встречи Пока Все Ну когда уже Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok